Поздравляю вас с началом нового учебного года, желаю успехов в учебе, чтобы вам все это пошло на пользу. А теперь организационные вопросы. Все, кто записан, получали от системы СДО логин и пароль. Вы должны были получить логин и пароль. Это для того, чтобы вы могли заходить в систему дистанционного обучения и отвечать на вопросы задания, которые будут размещены. Кто не получил, напишите мне опять же письмо, по которому вы записывались. Я вам уже вышлю отдельно ваш логин и пароль. Ну на этом у меня пока все. Давай с первым сейчас. У меня два. Это наш руководитель второго отделения. Первый руководитель, но второго отделения. Да, вот он. Это когда вы первое закончите, вы минуту пойдете. Ну второй класс, как у меня. Кто останется после первого? Выживший. Пойдет к вам. Да. От Михаила Васильевича перейдет их к Михаилу Васильевичу во втором отделении. Два объявления. Первое. Появилась в бумажном версии книжка, называется «Красный университет. Конспект селекций». В чем особенно? Взяли за последние 10 лет видеозаписи лекций Красного универа, приписали их, перевели в текст. Этим занялся Иван Шенцев. Он сам, кстати, выпускник Красного университета. Потом это дело еще раз проверили от ошибок. Потом отправили авторам, лекторам, чтобы они проверили. После того, как они проверили это дело в Сверстале, и получился такой учебник. Он доступен бесплатно в электронном виде на наших ресурсах. Выложим скоро в СДОшку. Там есть одно ограничение, но мы его скоро преодолеем. И вот получилась такая книжка. Здесь, соответственно, 16 глав. И чем она хороша? Во-первых, это краткий конспект каждой лекции. Структурный. И поскольку мы проверяли за несколько лет записи, то ничего практически не упущено. Во-вторых, здесь проверены все формулировки. Михаил Васильевич был последний, кто вычитывал и проверял. Я ему специально распечатывал привилизную версию. Он ее всю прочел. Если что, бей и его. Поэтому здесь все проверено. Ну и в-третьих, здесь есть контрольные вопросы. И все очень разложено по полочкам. Хорошо. Единственное отличие от того, что происходит, последовательность самих лекций немножко другая. Ну и здесь мы просто по логике расположили, как три момента марксизма. Все эти лекции. А у вас идет по тому, как получается, как могут преподаватели вести лекции. Ну и вначале начинается эта книжка, работая на три странички Владимира Ленина, про три части марксизма. Про Туисовиченко. Это про книжку. Теперь про второе отделение. Все, кто прошел, выжил на первом, приглашаются. Те, кто могут потянуть параллельно оба, если такие вдруг есть, пожалуйста, тоже приглашаются. И, собственно говоря, все контакты вы можете найти, записывать. И у нас первое занятие в этой пятницу. В каждую пятницу у нас проходит занятие. Оно проходит на базике сразу. Вот, передаю слово. Все? Спасибо. Перед лекцией есть ли вопросы какие-нибудь организационного характера? Значит, все поняли, что следующее занятие будет еще здесь. Второе. А третье занятие будет на Васильевском острове, пятая линия, дом 42. Вот по нему так дойти от Среднего проспекта до угла. И там подняться наверх на пятый этаж, 520-я комната. На двери написано «Университет», общественный университет. Там будут проходить занятия постоянно. А два раза, то есть вот сегодня и на следующей неделе, занятия будут проходить вот именно здесь. Еще есть вопросы? Нет или нет? Пока нет. Будут вопросы и ответы. Так, значит, мне поручено прочитать в соответствии с программой нашего университета первую лекцию, которая называется «Философия и проблема истины в марксизме». Ну вот что такое философия, тут к этому вопросу можно подойти двояко. Первый чисто, так сказать, по буквам, лингвистически. Философия – это любовь, а софия – это мудрость. Так философия – это любовь к мудрости. Тот, кто любит мудрость, тот хочет быть не только умным, но и мудрым, тот должен заниматься философией. Но если это в шуточном порядке брать, говорят, умный знает выход из любого положения. А мудрый – он просто туда не заходит. Вот, так сказать, давайте не будем некоторых различий, которые тут проявились между умным и мудрым, тоже имейте в виду. Буквально по словам, если разбирать, философия – это любовь к мудрости, а если брать её научное название и научное понимание, научное понятие философии – это наука о всеобщих законах, природы, общества и мышления. Как известно, человеческая деятельность многопланова, и она может быть проходить в разных вариантах, в силу разделения труда особенно, или в силу того, что некоторые вообще трудом не занимаются, а являются только эксплуататорами. То есть в этом есть отличие. Так вот, философия – это с точки зрения научной, это наука о всеобщих законах природы, обществе и мышления, нядь, которые относятся к особым, к частным и так далее. В то же время обстоятельства нашей жизни, наши имеются в виду все люди, которые имеются на Земле, таковы, что каждый чем-то занимается особым. А поскольку он не просто занимается особым, ум, а он еще отдельный индивидуум, он не только, так сказать, с особенным имеет дело, а еще и с частным, индивидуальным. Поэтому получается так, что с одной стороны, вроде бы мы связаны все в одно общество, там, в одну страну, в один мир, а с другой стороны мы все расколоты именно тем, что мы каждый занимаемся не тем, что другие. А раз мы каждый занимаемся не тем, что другие, даже когда люди одной и того же профессии, и то у них разные задачи, разные задания и разные виды деятельности. Вот в такой ситуации, получается, нет единого того, что соединяет и скрепляет общество. В этом смысле философия – это такая наука, которая позволяет удерживать общество как общество, так, чтобы оно не распадалось на таких людей, которые один другого не понимают. Одни химики, они знают прекрасную химию и не знают физики. Другие – физики. Они отлично знают физику, не знают химии. Третьи – географы. Они все знают, но, возможно, они никогда и не ездили туда, о чем они все знают. Вот есть географы, а есть путешественники, которые, так сказать, по морям. Двигаются и открывают новые, неизведанные, то, что еще не изучено. Такое все время есть. Короче говоря, из-за того, что у нас каждый занимается каким-то одним своим делом, и это дело множится, множится и множится, в смысле в плане разделения труда, все больше делится, все больше разделяется, то соединение в одно общество все время является проблемой. Вот это вот соединение в одно общество. И единственная наука, которая является наукой о всеобщих законах природы, общества и мышления – это философия. Единственная. Какую бы вы ни взяли специальность, она от этого всего абстрагируется, и тем самым общество фактически распадается или разлагается на разные элементы, в которых одни имеют плюсы в той области, которой они занимаются, во всех остальных ставьте минусы. И так каждый. Единственное препятствие этому, единственное средство борьбы с этим, единственное лекарство – это философия. Философия. Поэтому это не просто любовь к мудрости, это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. То есть где они действуют, эти законы, и почему они называются всеобщие? Потому что это те законы, которым подчиняются все области, все виды деятельности, все люди и так далее. И вот было бы очень странно, если бы каждый, занимаясь какой-то своей работой в области, которую он знает хорошо, он не знал бы как раз этих общих законов, которые действуют для всех. Если он их не знает, то он, так сказать, как бы находится вне общества, хотя он в обществе живет. И наоборот, если человек чем-то занимается, и при этом он еще и занимается диалексикой, то он тем самым поддерживает свою связь с обществом, и не получается так, что в своей области он стоит на передовых позициях, а в других областях на самых отсталых, древних или неверных позициях. Вот такая картина. Поэтому вопрос об изучении философии это не вопрос о том, чтобы заниматься тот, кто любит философию. Ну, это, так сказать, каждый человек какой-то предмет любит, но вот есть такая необходимость в обществе, чтобы люди философии в той или иной мере знали все. Всеобщие законы природы, общества и мышления. И тут, как только начинаешь вот так ставить вопрос, то сразу выясняется, что некоторые проблемы, которые в связи с этим встают, даже о них не задумываются люди. Например, если речь идет о всеобщих законах природы, общества и мышления, то вот, например, все движется. А что такое движение? В чем оно состоит? Вмещение в пространстве. Оно состоит в том, чтобы быть и не быть в этом месте. Правильно? То есть, если вы возьмете там математику, геометрию, ну, я вот по своему научному происхождению, так сказать, я математик, закончил математико-механический факультет и изучал, так сказать, то, что занимается математикой. Закончил с отличием, был рекомендован в аспирантуру, а потом пошел сначала на политэкономию, на экономический факультет, кандидат экономических наук. А потом стал заниматься философией, к которой вас призываю, и являюсь доктором философских наук. А ученая звания у меня профессор по кафедре экономики и права. И хочу вам сказать, что за то время, что другие люди вот только в одной сфере деятельности, так сказать, действуют, и вроде бы в общественных науках не мешало бы иметь достаточно широкий кругозор, они оказались в таком положении, что это правильное, а это им неизвестно. Это вот правильное, а другое им неизвестно, и так далее. Поэтому можно сказать, что изучение философии является спасительным для сохранения общества и для сохранения своей жизнедеятельности. Если вы знаете философию, значит, вы можете спокойно жить в человеческом обществе и не путать, что есть прогресс, что есть регресс, что есть движение, что есть покой. Причем на самом элементарном уровне, ну вот, скажем, вам приходится идти или ехать. Если вы идете, то вы находитесь в этой точке, которую вы проходите? Находитесь или нет? Да, но если да, значит, вы в ней находитесь, то есть никуда не идете. Логично? Логично. Ну, раз вы ее проходите, значит, вы в ней не находитесь. Логично? Логично. Никакого пути нет в этой точке, в этот момент времени. Какой путь? В один и тот же момент времени. Вот вы хотели убежать от противоречия, а противоречие вас застало, накрыло. Это вы решили разделить, разрубить пополам. Вот тот же самый автомобилист, который вас везёт, или вы, если вы велосипедист, автомобилист, пешеход, вы находитесь и не находитесь в этой точке одновременно. Земля сейчас вращается вокруг Солнца. Она находится в этой точке в какой-то? Вот сейчас находится Земля в какой-то точке? В какой-то точке находится. Но если она только находится, то нам всем. Сами понимаете, что. Если она перестала двигаться, значит, она не находится в этой точке. И благодаря тому, что она не находится, она теперь находится в другой точке и так далее. Мало того, все точки, на которых мы сидим в данном случае, они вращаются вместе со всей Землёй. У вас голова не заболела сейчас? А вы знаете, с какой скоростью? За сутки вращается Земля, делает один круг. Пока я тут со своей лекцией выступаю, люди рискуют оказаться совсем уже в другом месте. Правильно? Это нам кажется, что мы. Мы вместе с этой гостиницей, вместе с городом, вместе со стороной, вместе с Землёй уже в другом месте. Так мало того, Земля, она же ещё двигается по своей оси. То есть тут у нас карусель, а ещё большая карусель. Земля двигается вокруг Солнца. А Солнце тоже двигается. И Солнце тоже двигается. И там третья карусель. Ну, а потом, наверное, все знают, немножко слышали из астрономии, что вообще не только планеты двигаются, и не только, так сказать, целые планетные системы, но и вообще всё двигается. Поэтому всё двигается, хотя движение изображается каким образом? Быть в этой точке и не быть одновременно. Если вы берёте только быть в этой точке, значит, всё, всё вращается, всё двигается, только вы не двигаетесь. Это, я бы хотел сказать, смерть. Так смерть – это тоже движение. Значит, вы перестали развиваться, но стали разлагаться. Так что никуда от этого движения скрыться нельзя, и всё это изображается только через противоречие. Но меньше всего люди знают, что такое противоречие, меньше всего ими занимаются. Они приходят, ну как научили, вот, скажем, обычное доказательство от противного. Вот я, так сказать, много теорем такого рода сдавал, изучал, поскольку я полные пять курсов математика-механического факультета с отличием закончил. Вот если мы пришли к противоречию, всё, значит, неправильная предпосылка. А в философии, если вы не распознали противоречие, значит, неправильное ваше рассмотрение. Правильно? Значит, всё нужно рассматривать через противоречие. И тогда, если мы рассматриваем движение, философия позволяет нам назвать и рассмотреть, по крайней мере, три вида движения, которые сейчас вот мы их отдельно рассмотрим. Первое движение – это становление. Ну, вы были в становлении? Ну, когда вы были мальчиком. Вы были в становлении, правильно? Ну, да. Да? Сейчас уже про вас не скажут, что вы в становлении. Ну, уже этот первый путь пошёл уже. Да, ну вот, становление. А что такое становление? Какое там движение? Это единство бы сия и ничто. Переход. Становление, переход, ничто, бы сия. Не было и стало. Одновременно было и не стало. Потому что то, в чём вы, состояние, в котором вы были, его не стало. А то, что было, то не стало. Не было и стало, и было, то не стало. То есть становление – это единство бытия и ничто. И в нём два противоположных движения. Возникновение – ничто переходит в бытие. И прехождение. Не перехождение, а прехождение. Всё приходящее. Вот так легко стать философом, поехать в лес и прославиться тем, что к вам будут люди ходить, а вы им будете мудрые всякие вещи говорить. Вы ко мне придёте, расскажете, как у вас это плохо, то плохо, цены растут, зарплата маленькая и прочее, прочее, прочее. А что я должен сказать? Это всё приходящее. Вы обрадовались и пошли домой. А мне дары. Я до следующего лета дожил. В следующий лет вы приходите, а у вас всё наладилось, всё хорошо, зарплата выросла. Так, условия другие. И в семье всё хорошо. Вы мне всё рассказали, порадовали. А я что вам говорю? Как философ. Это всё приходящее. А больше мне ничего и не надо. И я вот так всю жизнь прожить могу, как философ. Меня люди будут кормить, и больше и двигаться не надо вперёд. Но это вот становление. Все мы были в становлении. Что такое юноша? Это юноша, это мужчина в становлении. А девушка? Ты женщина в становлении. Что тут непонятно? Если она только девочка, значит, она и так и останется девочкой. Если она женщина, то она, значит, это становление завершила. Поэтому вот первый вид движения – становление. Очень важный. И надо всегда, так сказать, различать, что есть становление, а что есть, так сказать, обычное движение. А обычное движение называется как? Изменение. То есть я сейчас вот говорю о таких вещах, которые точно вам все знакомы. Ни одного такого факта, который вам бы не знаком, я называть тут не буду. Другое дело, что к ним люди, если не философски подходят, то они не обращают внимания на выводы. Изменение в чем состоит? Вот вы сейчас изменяетесь? Да. Значит, вас нету? Но есть одновременно. Вот, видишь, он выкрутился. Это одновременно. Он и равен самому себе, и не равен самому себе. Если он только равен самому себе, я хотел сказать, что он умер, но он уже будет разлагаться тогда. То есть не получится никак сделать себя равным самому себе. Потом человек же все время дышит. Какое равенство, может быть, с собой? То я не вдохнул, а то я вдохнул, и совсем другой разговор. Правильно? И тогда и микрофон не нужен. Поэтому. Вот второй вид движения. А третье движение, еще третий вид есть. И люди, занимающиеся формальной логикой, они этого не фиксируют. Тут ничего сложного нет. Но они этого не замечают, на это не обращают внимания. А на самом деле это очень важно. А третий вид движения – движение низшего к высшему, простого к сложному. Как называется? Развитие. Развитие. Видите, уже все знаете. Зачем вам это заниматься? Развитие. Есть становление, есть изменение, есть развитие. И вот таким образом мы начинаем находить истинное понимание этих категорий. Потому что, а истинное что такое? Значит, я хочу познать истину. А что такое истина? Кто скажет? Скажите, что такое истина? Соответствие понятия объекта. Соответствие понятия объекта. А объект все время изменяется. А как? Мое понятие тоже должно бегать за ним? Да? Можно сказать, что истина… Но объект изменяется все время? Или такие, где вы нашли такой объект, который меняется? А у вас понятие застряло? Или будете все время менять? Вот проблема. Про телоречие опять получается. Что с одной стороны мы познаем, отражаем действительность. То есть, с другой стороны, если действительность все время изменяется, наше отражение этой действительности тоже должно изменяться. А изменение может в какую сторону? В сторону разрушения. Как это? Это что? Это что такое? Это прихождение. А в сторону, так сказать, вперед, усложнение – это возникновение. Вот сначала это можно понимать как единство возникновения и прихождение. С другой стороны, развитие еще состоит в том, чтобы быть в этой точке и не быть в этой точке. Движение, правильно? И двигаться от чего? От простого к сложному. Вот, например, вот вы сейчас сидите, но вот вы до того, как мы начали эту лекцию, и вот до этого момента, значит, вы какой-то путь проделали умственный свой, значит, вы шли от простого к сложному. А если вы ничего не запомнили и никакие выводы не сделали, то или я виноват, либо вы виноваты. Кто-то из нас виноват. Во всяком случае, тогда нет развития. Вот такая картина. Это виды движения. А теперь мы все с вами знаем, что каждый, кто здесь присутствует, и не только кто здесь присутствует, зато присутствует совсем не здесь, каждый человек занимает какое-то место в системе разделения труда. Ну или тот, кто бездельничает, тот тоже занимает это место, потому что, скажем, эксплуататоры все, они обходятся без того, чтобы самим трудиться, но результаты труда получают. То есть каждый какое-то свое место находит в обществе. Правильно? Значит, и общество тоже изменяется. Вот изменение в сторону усложнения называется как? Развитие. А и наоборот, если наступает деградация, значит, это не развитие, это, значит, движение вспять. А может быть такое, чтобы отдельно шло движение вспять и отдельно движение вперед? Можно так сделать? Нет. Вот вы сейчас развиваетесь, да? Но вы же старше становитесь. Ну вы знаете, чем это все, вот это вот становиться все старше и старше, чем это закончится, знаете, да, сказать? Чем? Ну про меня скажите, я старше вас. Я стану мудрее, опытнее. Да, мудрее, опытнее. И потом и скажут, он был мудрый, опытный. Развитие идет в распад. Да. То есть развитие – это движение с одной стороны низшего к высшему, простого к сложному, но это не противоречит тому, что идет противоположный процесс. Такого развития, которое было бы только развитием, не бывает. Если вы сегодня позавтракали, значит, вы, наверное, захотите обедать. А если вы пообедали, возможно, вы захотите ужинать. Поэтому, вроде бы вы, вы же насытились уже в завтрак, и опять, и уже в середине дня опять приходите, давайте снова. Потом вечером опять. Это же не насытное просто, что это такое за публика такая. То есть, можете ли вы сказать, что есть что-нибудь непротиворечивое? Что-нибудь? Кто-нибудь может найти пример чего-нибудь в обществе, в предметах, в себе, в мыслях? Что-нибудь непротиворечивое? Никто не пробовал. Ну вот я могу вам сказать, что ничего противоречивого на самом деле нет, потому что противоречие – это и есть по существу изображение движения, отражение этого движения. это единство и борьба чего? Противоположностей. А сама по себе противоположность. Если она противоположность, значит, есть одна сторона и другая сторона. Есть? Есть. Они отличаются? Отличаются. Но они в единстве. Раз в единстве, значит, эта сторона есть и та сторона, а та сторона есть и эта сторона, раз они в единстве. Значит, единство и борьба противоположностей – это одно противоречие. Одно единственное. А? Одно единственное. В данном случае не одно… Нет, оно не единственное. Противоречий много. Всё противоречиво. Поэтому не одно единственное, а всё, чтобы вы не взяли. Вот вы на этом, вот сидите на этом стуле. Вы сидите, завтра другие придут, послезавтра третьи. А потом этот стул выбросят. Почему? Потому что всё, срок его закончился. И помещение это в какое-то время будет не в таком состоянии, а в таком, что если не отремонтировать, больше нельзя использовать. Правильно? И так далее. Ну и потом, все понимают, что раз вы родились, то значит, ну я про вас не буду, я про себя скажу. Если я родился, то умру. А про вас скажу только, дорогие товарищи, вы родились, вы никогда не умрёте. И вы же будете на меня смотреть так, как-то свысока, что я не понимаю таких простых вещей. А где изучать эту самую философию? Зачем она нужна? И где изучать? Она нужна для того, чтобы люди, которые разделили свой труд, все занимаются самыми разными вещами, и поэтому не могут найти общего языка в этом смысле. Не в том смысле обычного языка, на русском, на английском, на немецком, а в том смысле, что они не понимают друг друга. Они знают одну область, другие знают другую. область. Одни химию знают, третьи физику знают, одни философию, другие политэкономию, третий научный социализм, пятый ещё чем-то занимается. Правильно? В технике разбираются хорошо, в технике разбираются, в обществе нет. Вот было видно, как разрушался Советский Союз, потому что единое, так сказать, такое управление со стороны государства, рабочего класса и партии нарушилось, и она стала разваливаться прямо кусками. Почему? Потому что все ждали, сейчас мне скажут, что делать, я буду хорошо делать. А нет у тех, которые скажут, что делать. Не то. Пропали. Такие люди, как там Ленин и Сталин, это редкость. До сих пор ждут, что скажут. Ждём, да, прихода. Но есть, так сказать, выход из этого, это коллективный разум. А коллективный разум может быть когда? Когда люди друг друга понимают. А когда они понимают? Ну вот философия – это единственная наука, которая рассчитана не на то, чтобы отделиться от других, а на то, чтобы соединиться со всеми. Вот она, почему это называется всеобщее знание, всеобщее. Есть индивидуальное, есть особенное. Вот я, скажем, человек – это всеобщее, а я преподаватель – это особенное. А третье ещё какое? А третье – конкретный преподаватель, так сказать, или конкретный человек. Зовут меня Попов Михаил Васильевич. И так про каждого можно сказать, правильно? Что он и с одной стороны… Вы слушатели, сейчас вот вы, слушатели Красного университета, каждый – это всеобщее. Ну, всеобщее в пределах тех, кто захотел записать. Всеобщее потому, что мы никому не ограничивали возможность записи в Красный университет. Правильно? То есть все могли, все могут записаться. Из Японии можно записаться? Можно. Из Эстонии? Можно. Из Белоруссии? Ну, то есть вот всеобщее. Так, есть особенное. Особенно те, кто записались. Так, а единичные – это те, которые успешно сдадут. Записаться-то можно, надо еще читать, и заниматься, и делать задания. Хотя все задания у нас очень простые. Во-первых, ну, более легкого такого графика занятий, чем в Красном университете, не найдешь. Это занятие один раз в неделю, два часа. Причем один час лекции, а после лекции задавайте вопросы после перерыва. Красота. А если у вас семинар, то вам вопросы будут. Сначала и до конца. Эти с семи до девяти. И, так сказать, в такой легкой манере вы будете изучать что? Всеобщее. Именно то, что мы с вами ни в каком другом месте не изучаем. Нет такого. Даже если вы возьмете современные, скажем, факультеты. У нас вот люди, которые создали Красные университеты, у нас уже, сколько, 13 лет существует. Это люди, которые знают, так сказать, не только ту область, которой они занимаются непосредственно, а и ту область, которая является всеобщей. Например, вот занятие по диалектике будет проводить Кирилл Валерьевич Юрков. Он в миру, кандидат физико-математических наук и большой специалист в области программирования и прочих, так сказать, вопросов. Ну, а вот здесь, в Красном университете, он будет вести семинары по диалектике. И семинары, и лекции может прочитать. И у него еще то преимущество, что он моложе меня. А это, так сказать, плюс или минус? Плюс. То есть, к этому времени, к тому возрасту, который, так сказать, у меня, он может сделать гораздо больше, чем я. А я уже больше, чем я сделал, не могу. За это же время. Вот философия позволяет преодолевать разделение труда между людьми. А вот разделение труда между людьми, оно страшное. В том смысле, что люди, как сказать, если ставить плюсики в своей области, где он специалист, тут плюс, 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 плюс. Он хороший специалист. А в другой области он же читает всякую макулатуру. Ну вот человек, являющийся специалистом в области, в других областях читает же не серьезную научную литературу, а всякую чушь, которую пишут люди, которые зарабатывают деньги, получают деньги за счет того, что они распространяют всякую лабуду. И вот так можно его изобразить, тут вот плюс, 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 а там минус, 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 минус. Второй человек, третий, ну, как Сахаров академик, он же хороший академик, в области физики, блестящий, а в области общественной, ну, какую-то ерунду, какую-то понес. Ну, памятник ему стоит около нашего университета, причем памятник такой, утопленник его звали, мои коллеги все, в университете, потому что он стоит весь, как будто его, так сказать, бросили в воду, а потом достали и поставили, сохнуть. И вот он такой стоит. И никакой факультет не хотел его брать. И тогда его поставили на площади, она и называется площадью Сахарова. Ну, а физик-то хороший, хороший, он же, так сказать, обеспечил безопасность в значительной степени нашей страны за счет разработок ядерных. Ну, вот, это вот один из примеров. А что вы потребуете? Человек, вот вы в какой-то области сделали много, а в другой области вы не разбираетесь. Это как вас оценить? Хорошо? Да, вроде хорошо. Но если у нас, так сказать, будет получаться, что каждый только в своей области разбирается, то поскольку вы областей, в которых вы не разбираетесь, слишком много, это у нас вот неправильные, неверные, так сказать, антинаучные позиции превалируют в общественном сознании. Единственное оружие против этого – философия. Единственное. Какую философию учить? Ну, великую. Почему великую? Потому что великая, она содержит глубокую истину. А если вы будете какие-то учебники по философии читать? Вот по этому поводу. Владимир Владимирович Ленин, который великим является и политиком, и учёным, и государственным деятелем, писал, что надо изучать именно великих, потому что если вы стоите на плечах великих, то вы видите далеко. А если вы на плечах пигмеев стоите, то никуда вы, так сказать, куда вы смотрите, ничего вы не видите серьёзного. Поэтому самый короткий путь – это вставать на плечи великих. Самым великим философом в мире и в истории человечества является Георг Вильгель Фридрих Гегель. Он написал книгу, которая называется «Наука логики». Она в трёх томах. Первый том, или, вернее, в трёх книгах. Первая книга – «Учение о бытии». Ну, тут все материалисты должны вздрогнуть и сказать, так это же материализм, бытие. Потом «Учение о сущности». А сущность – это не движение куда-то наверх, в сторону духа, сознания и так далее. А что-то. Это углубление в это самое бытие. Более глубокое понимание этого бытия, отрицание бытия. И, наконец, «Учение о понятии». О понятии, что такое. Вот это единство первых двух. «Учение бытия» и «Учение о сущности». Это то учение, которое объединяет в себе и бытие, и сущность. «Учение о понятии». А понятие – это что? Понятие – это отражение действительности. Поэтому, несмотря на то, что в миру, то есть, а в миру, Гегель был философом в Германии, в Берлине и в Берлинском университете читал лекции по философии. Вот если вы возьмете малую логику, вы там мало что диалектического получите. Почему? Там все разорвано. Ну, как в лекциях. Я одну лекцию прочитал, другую потом прочитал, потом третью, четвертую, никаких связей нет. Мы, конечно, постарались вот в программе Красного университета так это все излагать, чтобы у нас шло развитие и с точки зрения движения в философии, с точки зрения движения в политэкономии и с точки зрения движения в области научного социализма. Ну, в какой-то мере у нас это получилось. В какой – это мы увидим, когда будем вам задавать вопросы на экзамене. Потому что, как вы понимаете, можно сказать, что мы вас учим. Но такого ведь нет. Вот вы скажете, я учу, что на конце? Се. Это что такое? Се. Из-за себя. Вы себя учите. А мы кто такие? Ну, а мы как бы костыли. Вам же надо ходить. Ну, мы вам вот, так сказать, вот такой костыль, и вы можете ходить в области научной. Правильно? А потом, когда вы уже костыль бросите, так сказать, и закончите, вы будете ходить без костылей. Поэтому преподаватели не должны вас всю жизнь сопровождать, подсказывать и преследовать. Наоборот, они на радостях, так сказать, что вы отлично сдадите экзамены, успокоятся и будут набирать и учить других. А вы будете помогать. То есть, философия обладает, единственная наука, которая обладает таким свойством, когда общество соединяет, соединяет, чтобы люди были общественными людьми, а не такими людьми, которые до того доразделились, что они вот в этой своей узкой области гениальные люди, а в других областях самые, так сказать, какие-то обрывки, самые, так сказать, темные представления, они распространяют. Вот наша программа Красного университета построена так, чтобы эти охватить области. А как их охватить? Есть такая работа у Ленина, которая называется «Три источника, три составных части марксизма». К последнему я бы некоторым предъявил претензию, потому что, например, товарищ Энгельс говорил, что части лишь у трупа. Почему? Потому что, если эта часть, отрезали её, то ясное дело, что они, эта часть, вот эта часть, если три части, то они, значит, отделены друг от друга, никакой связи нет, это ничего, никакого единства нет. Поэтому Энгельс и Ленин, ну, для тех людей, которые немножко занимались диалектикой и понимали, вместо слова «часть» говорил «момент». Что такое «момент»? Ну, вот, вот можно я вас спрошу, у вас, где начинается вот работа кровеносной системы? точку покажите. А он начинается? Да, где начинается? Прямо там. То есть, сердце даёт указание. А у вас голова тут не присутствует, не присутствует мозг, нет? Он не управляет у вас? Ну, вот, если вы хотите меня ударить, у вас мысль придёт вот сюда или сюда? А если да, для сердца-то у меня оно работает как автономный орган, он появился… Как это? Прямо как автономный? Конечно, как автономный. Что значит автономный? Автономный – это разделённый, что ли? Отдельное вы, отдельное сердце? В какой-то мере да. А в какой мере? Да ни в какой. Да ни в какой мере оно не работает в разделённости от… У нас в теле мужик застрелился. А? У нас в теле мужик застрелился, его реанимируют. У него только в голове кровь течёт, кровь нету, а сердце бьётся, и врачи мучаются. Ну, сердце бьётся, а если сердце бьётся, если не наладится то и другое, то никакое, так сказать, сердце останавливается, вообще непробитое. Разве не бывает такое, что сердце вдруг остановилось? Бывает. Ну. Так а что, оно остановилось само или от чего-то другого? Ну, хорошо, не хотите сердца, ну, печёнки, селезёнки, это всё отдельно. Вот Энгельс писал, «части лишь у трупа». Я вам цитирую ещё раз. «Лишь у трупа». Это трупное рассмотрение, всё разделённое на части. Медики это хорошо знают, потому что ни один хирург не будет допущен, молодой, к тому, чтобы оперировать вас, пока он не научится резать кого? Трупы. Трупы. Уже кого слово здесь, так сказать, фигуральное, потому что уже они умерли, трупы. Ну, а им-то всё равно, всё равно их потом сложат и отправят прекрасно родственникам, чтобы они похоронили и так далее. неужели вы думаете, что нужно на живых людях проводить операции для того, чтобы научить молодого хирурга? Скажут, а почему человек тот умер? А вот на нём проводили, а это было неудачно. И извините, пожалуйста, пришли родственники, говорят, вы знаете, это не получилось у нас. Ну, вы все же занимались, все знаете, что когда к чему-то готовишься или что-то делаешь, в любой области всегда сразу не получается. Ну, не получилось у меня, всё, умер. Ну, одно дело, я бревно стачиваю там или расколол, а другое дело, голову расколол, или что-то разрезал, а зашить не смог. Или зашил, да не то. А разве раз не бывает, что зашили вместе с ножницами, а ножницы там оставили. Пойдите вон в институт ухо-горлу-носа, там специальная выставка, что оставлено было внутри? Там и ножницы, здесь скрепки, и что там только, и заколки, там чего-то-то нету. И всё хорошо. Простыню даже один раз за простыню. А? Простыню можно даже оставить. Да, ну, небольшую, но такую, небольшую такую. Простыню там что-то держали, и потом раз, быстренько зашили, скорее надо, скорее кровь же льётся и так далее. Части лишь у трупа. Поэтому, с одной стороны, вот Ленин правильно написал, потому что, ну, не знают люди философия, им не скажешь части, они не поймут. Но, с другой стороны, часть, это вот такое дело, что лучше его не употреблять. У Гегеля, у Маркса, у Энгельса, и у Ленина во всех случаях, когда идёт философский разговор, говорится, момент. момент. А что такое момент? Момент – это неразрывное. Вот руки, ноги, голова, зрение – это всё моменты одного целого, моменты. Их нельзя изымать, нельзя рассматривать отдельно, условно только, превращать их, иначе они превращаются в части. Вот у трупа, да, там можно разделить, глаза положить сюда, сердце вот сюда, в середину, и так далее. А мозг, его долбят, смотрят, череп, какой там мозг. А если хотите посмотреть, как руки качаются, есть скелеты, они стоят, они, так сказать, раньше их было что-то много, и в школах, и в вузах, а сейчас поубирали, эти скелеты, чтобы народ не пугать. Потому что всё вроде есть, но как-то так не очень способствует настроению. Так, три источника, и три момента марксизма, строго говоря. Но название работы Ленина три источника, 30 социальных частей марксизма. А какие это источники? Во-первых, политическая экономия. Почему? Почему во-первых? А потому что, так сказать, бытие определяет всё остальное, материя, производство определяет всё остальное. Не в том смысле, что оно отдельно существует, а в том, что с него всё начинается. Поэтому, если человек не знает политэкономии, он не знает, в каком мощности он живёт, и вообще не разбирается в этом деле. Поэтому, кто, как мы знаем, начал заниматься политэкономией? Из великих. Из великих были, конечно, Адам Смит и Рикардо, но из тех, кого мы называем марксистами, а это Маркс, Энгельс, Ленин, Энгельс. Энгельс имел богатого папашу, выпросил у него денег, и, как написано в предисловии к его работе в положении рабочего класса в Англии, говорит, я оставил в салонные разговоры красное вино, и на два года уехал в страну самого передового общественного строя, капитализма. Уехал. И вот я должен сказать, что так как-то получилось у меня, что я и «Капитал» прочитал все три тома Маркса и другие, и Ленина прочитал все 55 томов. А вот что-то я задержался с этим томом и в конце прочитал наконец работу эту Энгельс «Положение рабочего класса в Англии». Это страшно тяжёлая книга. Ужас! Что там творили, дорогие англичане? Что они творили с людьми? Это ужасная грязь, смерти постоянной. Дети малого возраста работают с утра до вечера, гибнут тут, прямо на улицах рядом с домами всякая грязь, тут же нечистоты и так далее. Негде спать, нечем укрываться. Ужас! При этом это передовая самая была передовая страна самого передового строя в то время, капитализма. Поэтому Карл Маркс прочитал это замечательное произведение Энгельса, а до этого он занимался философией, и у него даже есть степень, доктор философии, но доктор философии на Западе это кандидат наук. И вот Маркс после этого решил заняться политэкономией. Но тот, кто читал «Капитал Маркса», понимает, что этот «Капитал» написан так, что без философии его понять нельзя. Потому что ключевым понятием является стоимость, а стоимость это что? Это момент чего? Товара. Момент товара. Она сама-то не товар стоимость, а стоимость у него есть у товара противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью. Потребительная стоимость это свойство удовлетворять потребности, а стоимость это выражение того труда, который затрачен. Причем не такой, какой я затратил. Может, я ничего не умею и целых три дня возился с этой штукой. А пришел человек-специалист и сделал за 20 минут. Поэтому стоимость это не категория индивидуальная. Есть понятие индивидуальной стоимости, то есть сколько часов я возился, чтобы собрать какой-нибудь механизм. А стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда, то есть такими средними затратами, которые складываются стихийно. И вот Маркс показал, как развиваются формы стоимости. Стоимость развивается, товар превращается в капитал, находится товар особого рода, рабочая сила, и вот этот товар особого рода рабочая сила, который на самом деле не отделим от работника, но работник не интересует капиталиста как такового. Капиталист смотрит на работника как на носителя этой рабочей силы. Ну и за использование этой рабочей силы он ему платит. Это, как правило, всегда меньше, чем то, что работник создал. Работник создал такую стоимость, а заплатили ему гораздо меньше. И вот чем выше прогресс в капиталистическом обществе сейчас, мировой, тем меньшую часть созданной стоимости получает рабочий. Всё меньше и меньше процент. Ну или какие-нибудь певцы, которые вообще далеки от этого. Такие как шаман, к примеру. Во-первых, шаман – это ничего русского тут в этом нету. Шаманы у русских не были. Это раз. Во-вторых, шаман на английском языке пишется. Это ещё раз говорит о том, что тут ничего русского нет. И в-третьих, он просил за свои выступления 15 миллионов или 20 миллионов в разных местах по-разному. Но это не только он. И если кто-то думает, что дело тут в таких, как шаман – нет. Значит, создали огромные, огромные залы. Это относится к третьему тому «Капитала», где Маркс показывает, как потом дальше стоимость движется. Её-то забирают сначала капиталисты промышленные, а потом они попадают в это движение. Так что уже неважно, какой капиталист чем занимается. Я, например, капиталист, который построил огромное здание, и там собираю большую толпу и беру с неё деньги. Сейчас посчитаем. Значит, какой у нас самый большой крытый стадион в Санкт-Петербурге? – Гаспромрент. – А? – Гаспромрент. – Гаспромрент. – Гаспромрент. – Да. Сколько там получается, если… По 5 тысяч, если взять за вечер с человека? 60 тысяч. Зенит-арена. 60 тысяч, да? 60 тысяч умножили на 5 тысяч? Сколько получилось? – 300 миллионов. – 300 миллионов, да? Вот, 300 миллионов за день вечер. Так, вы будете за охрану отвечать. Набираете, вот вам 5 миллионов, больше меня не волнует. От трёх. Остаётся 295. Охрану там раздайте. Ну, вы понимаете, что вы на охрану выделите хорошие деньги, и вам много останется. Так, а вы чем будете заниматься? А вы будете заниматься потом уборкой. Тоже 5 тысяч. Так, что вы там ещё у нас? Ну, 5 миллионов, да. Тоже 5 миллионов. То есть 10 миллионов. Так, а артистам? Они должны, артистам могут быть либо артисты, либо футболисты. Футболисты по 5 тысяч, это же недорого, каждый заплатит. 5 тысяч умножить на 60 тысяч мест. Сколько получается? – 300. – А? – 300 миллионов. – 300 миллионов. Ерунда. – 300 миллионов, ну, отдали мы там тут 5, тут 5, тут 10. Ну, и 250 миллионов. То есть здесь не певцы, тут главные фигуры. И тот же и шаман. А там, кроме шамана, и других много. Тот же самый Крокус Холл. Он для чего был сделан-то? Тяп-ляп. Ну, чтобы деньги такие забирать. Собернут люди, и вот с них взять эти деньги. Ну, и получается, что за один вечер, значит, после всех этих убрать надо, конечно, там тоже убрать бутылки, убрать какую-то грязь, мусор и так далее. Ну, еще 5 миллионов. Расплатились. Ну, сколько получается? Ну, 250 миллионов точно останется. Да, футболистам дать, каждому футболисту по миллиону за один вечер. Красота, 11 миллионов, ерунда. А у нас-то сколько, мы посчитали? 300 миллионов за вечер, 300. Пожалуйста. Или другой вариант в нашем обществе присутствующий. Так, некоторые задержки зарплаты. Мало платят, не повышают. Спрашивают, а когда повысите, когда повысите? И вот представьте, что я ваш директор. Забрал я вас всех. И говорю, товарищи мои дорогие, мы с вами неразрывны. Я организовал это все мероприятие, вы получаете зарплату, я ее плачу, а вы работаете хорошо. Большое вам спасибо. Ну, вот сейчас появилась, вы, наверное, знаете, ситуация такая, что вот такая конкуренция, что тут есть два варианта. Я не могу выплачивать вам такую зарплату, хотя всех люблю просто бесконечно, и вам благодарен. Поэтому есть два варианта. Либо я сокращаю на 5 тысяч вам зарплату, либо я увольняю, закрываю, и, как вы понимаете, стоимости вот этого нашего предприятия мне хватает для того, чтобы безбедно жить у теплых морей, куда я отправлюсь вместе со своей яхтой. Ну как, по какому пути пойдем? Решайте. Как скажете, так и будет. Хотите, проголосуем. Сейчас проголосуем. За что? То, что я бы закрыл это ваше предприятие, чтобы ваши дети плакали, или чтобы вы согласились по 5 тысяч отдать, понизить. Вот и все. Вот весь разговор. Надо поговорить с народом, и все будет хорошо. И прибыль. А по 5 тысяч человек? А тысяча человек на предприятии? Тысяча на 5 тысяч. Сколько будет? А? 5 миллионов. Так вот. Это же здорово. 5 миллионов. Я поговорил. А вы, вот, эксплуататоры, вы даже поговорить не можете. Я вот поговорил со своими. И вот, пожалуйста, у меня 5 миллионов, и хорошо, все. А эти дураки? Разве так можно? Надо же знать политэкономию, уметь обращаться с народом. Поэтому третий том капитала, посетайте, он там рассказывает. Это одно дело, где производится стоимость, а друг прибавочная. А где она уже потом, куда она путешествует? Она путешествует далеко-далеко от того места, где она создается. И там другой центр колебаний цен. Там цена производства. Издержки производства плюс средние прибыли. Не важно, где вы работаете. Абсолютно не важно. Издержки производства тоже считаются в ценах производства. Это как вот система уравнений с многими неизвестными. Каждая стоимость неизвестна, но вот это можно посчитать, и вот решить ее так же столько же уравнений, сколько у вас неизвестных, и решили. И вот вы уже знаете цену производства. И туда можно включить и всех этих певичек, и всех других путешественников, и блогеров, которые чем занимаются, и так далее. Или сейчас вот я вот смотрю, в интернете, там, спецоперация, там все время... кого бы вы там не смотрели, и кто бы там не обозначен, а обязательно какие-то инвесторы, которые вдруг там приглашают, прям зовут. Идите сюда, мы вас научим, как вам инвестировать, и так далее. Ну, и что будет? И что будет? Люди ничего не создают, не работают. Говорят, вот есть инвестор, он вот все сделал, он инвестировал. Куда он инвестировал? Куда? В никуда. А стал богатым человеком. То есть люди... Сказать, мы живем в обществе, где тот, кто работает, тот мало ест, а тот, кто не работает, тот много получает. Вот и все. Так. И получается, что вот когда Энгельс эту задачу поставил и решил в книге происхождение, положение рабочего класса в Англии, вот Маркс создал свои три тома. Первый том он довел до печати и умер. А Энгельс, можете на него посмотреть, там около Смольного есть памятник Энгельсу и Марксу. И Энгельс вот такой он, если на фотографиях уже он в очках, и замученный, он доделывает второй и третий том капитала. То есть он был написан, но все, которые имеют дело, к изданию, понимают, что одно дело написать, а другое дело редактировать и издать. Это долгая дорога. Правильно? Вот в результате этой долгой дороги мы имеем три тома капитала Маркса. Ну, а насчет того, сколько их читает, ну, я хочу сказать, что очень мало читает. То есть у нас марксистов, которые себя называют марксистами, ну, я не знаю, открываешь интернет, ну, просто кишит этих марксистов, не знаешь, куда плюнуть, чтобы не попасть в марксистов. А прочитавших три тома капитала, а их нельзя же разорвать, это что, это бытие капитала сначала. Так, прибавочная стоимость, это первый том. Там написано в конце, бьет час капиталистической эксплуатации. А как бьет? Это надо дальше читать. Второй том, это там же все произведено. А не надо доставить? Вот торговля, так, или там продовольствие с одного конца страны, в другой конец или в другую страну, добыча полезных ископаемых, и, так сказать, на трубопроводах их отправляют на другой конец тоже земли. Это все, это второй том капитала. Если вы будете спрашивать среди, так сказать, читавших капитал, уже таких людей, которые прочитали второй том, очень мало. Ну, третий том, это вообще, это исключение. Это исключение. Там, где процесс капиталистического производства взятый в целом. И вот после того, как этот самый капитал был сделан, он твердым стал источник марксизма. А первый источник уже до этого был. На ухо-логике Гегеля там она вполне допускает ее материалистическое истолкование, потому что учение о бытии – это бытие и есть. Сущность – это проникновение в это же бытие. Ну, а понятие – это познание человеком этой сущности и преобразование природы и общества. Там есть телеология в конце, это постановка целей, есть средства. Там Гегель пишет, что плуг – почтение, чем те зерна, которые достаются в результате пользования этим плугом. То есть он даже роль средств производства там показывает свое, и понимание политической экономии. То есть вот вы получаете соединение. Значит, вот марксизм – одна часть, или один аспект марксизма – одна сторона марксизма – политэкономия, философия, философия Гегелевская. Ну и вот надо сказать, что эту самую политэкономию начал Энглес, потом Маркс, а потом кто достроил до империализма понимание политэкономии? Ленин в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Популярный очерк. Но он что предполагает? Он предполагает и первый, и второй том, и третий том «Капитала». И вот, наконец, «Империализм как высшая стадия». А философию, если вообще, как известно, Энглес писал, что диалектика – это наукология, это компендией диалектики. А что такое компендией? Никто не знает. Я знаю. Концентрирование выражения. Не концентрирование, а кратчайший путь – прямая дорога. Вы прямой дорогой пойдете или будете петлять? Решайте. Вот тот, кто не читает Маркса, Энгельса, Ленина, тот, кто не читает гениальные произведения, ну, тот как-то поступает неразумно. Неразумно в каком плане? Ну, есть великие произведения, вы всякие читаете дураков. Не, я не против такого. Читайте, пожалуйста. Я, так сказать, ни в коем случае не могу заставить кого-то читать великое. Но Ленин говорил, что если вы встанете на плечи великих, то будете видеть далеко. А если вы встанете на плечи педмеев, то что вы будете видеть? У нас вот эти пигмеи в системе, так сказать, в системе средств массовой информации, в системе пропаганды, они все время шуруют, и все время всякую чепуху несут, и несут, и несут. Поэтому тут можно устоять. Но только если вы стоите на плечах великих. Иначе не устоять без диалектики и без политэкономии, не устоять перед вот этим самым делом. Что стало происходить с марксизмом с того момента, когда, так сказать, вот эта диалектика стала применяться уже в политэкономии. То есть, единственная компендией диалектики – это в науке-логике Гегеля. Маркс применил, уже, значит, есть соединение диалектики и политэкономии, философии и политэкономии. И вот Маркс и Энгельс сформулировали, создали коммунистический манифест. Они там разобрали все так называемые социализмы, а социализм – это отрицание капитализма. Так, буквально понимаете, что такое социализм? Общее. Все и дошли до таких, от смешных и карикатурных социализмов до научного социализма. Вот научный социализм, он и соединен как раз, это представляет собой, он опирается как раз на научный социализм, на политэкономию и на диалектику, на философию, на гегелевскую диалектику и на Маркса и Энгельса. А потом Энгельс написал работу, которая нам сократила тот, гигантский труд, который надо было бы затратить, чтобы изучить, как мы дошли до жизни такой, то есть всю историю человечества. Он представил историю человечества за 90 тысяч лет в краткой блестящей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Читали? Блеск. «Происхождение семьи, частной собственности». Да вы, великий, то не читайте же. Газеты, ну, почитайте это барахло. Ну, что-то надо же читать. «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Кроме того, написав еще одну работу «Диалектика природы», где он развивал материалистические концепции Энгельс, причем более понятно, чем Маркс пишет, и не менее понятно, чем Ленин, Энгельс написал короткую работу «Роль труда в процессе превращения обезьяны человека». И там, собственно говоря, понятие человека дал. Кто такой человек? Можете сказать, кто такой человек? Что это за человек? Это существо. Тихо, 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 существо. Вот уже сразу вас поправили. Ну, давайте, давайте. Говорящие, трудящиеся. И все? Ну, понятно. Вы правильно отразили нынешнее положение рабочего класса. Говорящие, трудящиеся, но неразумные. Оно эксплуататоров кормит, поит, и так вот оно в таком положении и находится. А у Энгельса написано, это что? Это животное общественное, трудящиеся. А говорящие вы не хотели сказать? Он даже у вас молчит, ваш этот человек, который общественный, молчит, говорящая и разумная. Ну, разумное вы сказали. А какой разум, если у вас нету труда? Поэтому вот такую коротенькую работу написал Энгельс, но величайшую, которая позволяет нам всю картину получить. А мы должны получить всю картину развития человеческого общества, правильно? Плоха так философия, которая эта картина не дает. Правильно? Ну, и скажем, кто будет виноват, если Красный университет, вот этой картины не видит. Ну, во-первых, я буду виноват, скажут, я преподаю здесь философию, прежде всего. И товарищ Юрков, он кандидат в физику, математических наук, но блестяще знает науку логики. Гегель знает диалектику, прекрасно ее преподает. И у него то преимущество, что он значительно моложе меня. Потому что, сказать, еще желательно, чтобы эта философия не ушла потом по каким-то объективным физиологическим причинам. И ничего не осталось. Это было-было-было, читал-читал и не стал. А где он? А нет его, все. Ну, записано, правда, многое. И вот даже издано даже много. Вот как раз тут занимается Марат Сергеевич этим, чтобы это дело не пропало никуда. а то это так раз-раз и потеряется. И потом вдруг, написав коммунистический манифест, разобрав, какие бывают социализмы. А социализм – это смысл слова «социализм» изначальный в том, состоит, что это отрицание капитализма. Вот тот, кто не любит капитализм – это социалисты. Их тьма. Тьма. Все не любят. Все капиталисты не любят капитализм. Все. Свой капитал любят, а чужой капитал не любят. А поскольку кругом чужой, то они отъявленные социалисты. Они за социализм. Вот это называется там какие есть утопический социализм, когда просто рассказывают, как будет хорошо, как у Томаса Мора, утопия, как будет хорошо, когда будет социализм. А как по дороге к нему нету. Ну и все утопические Сен-Симон, Фурье, ООН, это уже подошли почти к марксизму. Особенно Оуэн. Он уже даже фабрику стал делать и на самом деле рабочим создал хорошие условия. Но на это мероприятие, как только он, так сказать, начал это серьезно делать, тут сразу ему затормозили все его деятельности. Да. И, наконец, научный социализм, который построен вот на чем? И на политэкономии марксистской, и на диалектике гегелевской. И вот это третья часть или третий момент марксизма. Потом выяснилось чуть-чуть позже, благодаря тому, что Маркс Энгельс стали изучать историю революции во Франции. И, так сказать, открыли, можно сказать, для себя и для нас теорию диктатуры пролетариата, без которой никакого социализма научного нет и быть не может. Никакой человек хороший не придет и к хорошему социализму вас не приведет. К этому привести может только рабочий класс, который ведет свою классовую борьбу и который осуществляет свои экономические интересы, не навязанные ему кем-то. И не то, что он где-то там услышал, а то, что вытекает из его положения. Потому что экономические интересы – это такая характеристика положения людей, которая показывает, что им в силу этого положения объективно выгодно, что улучшает их положение и в какой мере. То есть, для того, чтобы знать ваши интересы, я не должен спрашивать. У вас ничего. И не нужно мне спрашивать. Я знаю, в чем интересы слушателей Красного университета. В том, чтобы его успешно заниматься и успешно закончить. Правильно? Надо мне для этого вас спрашивать? Нет? Не надо. Экономический интересы интересы это совсем не то, что заинтересованность бывает. Это я заинтересован. Я чем-то интересуюсь пением, чтением, рисованием. Это психологический интерес. А экономический интерес – это что? Выгодно. Вам выгодно изучать марксизм? Выгодно. Вот те, кто сюда пришли, они считают, что это им выгодно. Это совпадение психологического и экономического объектива? Совпадений тут нет, а единство? Есть. А совпадение это у вас получается, что вы их не различаете. Это нехорошо. А единство тут есть. Психологический интерес здесь, а экономический где? А экономический вообще в жизни. Он даже не привязан к человеку. Вот я знаю ваше положение. Человек, который сидит на третьей парте, ему выгодно, чтобы на первых двух не сидели высокие и плечистые люди. Логично? Поэтому я там не сел. Да. Видишь, как он устроился? И вот у него как раз пространство, он себя наблюдает. То есть есть психологический интерес в психологии, в науке. Это означает, чем человек заинтересовался. Какие у меня интересы? Интересуюсь пением, чтением. Особенно пение птиц мне нравится. И хождение в лес, и слушание этого дела. А когда говорят экономический интерес, это неважно, чем вы там интересуетесь психологически, что вам выгодно. Вам выгодно эту работу иметь или нет? Вообще вам выгоднее с нее уйти. Вообще выгодно социализм построить рабочему классу. Выгодно. Если бы не было выгодно, так не было бы и проблем. На самом деле, как вы не обманываете рабочий класс, все равно ему выгодно объективно построить социализм. И вот получается, что у нас три источника, три составных части. Но тут выступает Энгельс со своей строгостью и говорит, части лишат рупа. И хотя у Ленина, ну, так сказать, для популярности названо три источника, три составных части, и Энгельс написал бы моменты. То есть то, что неотделимо, неразделимо. Ну, как это часть марксизма? Как вы уберете, вытащите из капитала диалектику гегелевскую? Ну, распадется капитал и ничего не получится. Или какой смысл этой диалектики гегеля, если она не нашла своего развития и закрепления и использования в других науках, таких как политэкономия, и научный социализм. Значит, научный социализм – это третий источник марксизма. Вот по иронии судьбы, по иронии судьбы у меня есть степень доктор философских наук по специальности научный коммунизм. а ирония состоит в том, что научного коммунизма нету в природе. Нету такого. Это научный коммунизм, это вот после того, как стали разлагать и уничтожать социализм, чтобы отделиться, так сказать, от Маркса, от Энгельса, от Ленина, от Сталина. Придумали, Суслов придумал, как известно, который отвечал за идеологию. И вот, так сказать, он придумал научный коммунизм. Вот у меня бумага есть, что я доктор наук по научному коммунизму. А нету такой. Ну вот, это противоречие. То есть, я вхож в буржуазное общество под знаменем научного коммунизма. Примерно так. Ну, так же, как и все сидящие под каким-то знаменем вхожи в это буржуазное общество. То есть, а вхож кто? Вхож, кого отсюда не вышвырнули. А? Куда вышвырнули? Да куда? Сейчас вы почитайте прессу. У вас каждый день кого-нибудь убивают. Степан Степанович, что за вопросы? Вот прямо на улице подойдут и зарежут. И все. И точно знают, вот те, кто зарежут, точно знают, что их за это не расстреляют. Я бы, например, очень просто предложил. Первые 10 лет он сидит, его не расстреливают, а за это время 10 лет выясняют, нет ли ошибки. Может, не он, может, может, не вы, может, вы и так далее. И вот, когда выяснят, тогда уже приводят в исполнение. Это не проблема. Но если у вас получается, что человек, значит, изнасиловал, ограбил, убил, и он потом, у него нет ночной работы, он, его кормят, он каждый день гуляет. И посмотрите, уже люди, которые работают, уже умерли, а эти, которые в тюрьмах сидели, они там живут и живут, припевают. А вокруг них сколько народу охраняют, их все обеспечивают и так далее. А с кого деньги берут? Вот когда убьют ваших детей, то с кого будут брать деньги на содержание этих вот негодяев? С кого? Ну, с родителей этих детей. Ну и других, конечно. Так сейчас получилось. У нас, кстати, в уголовном кодексе смертная казнь есть. Товарищ Бастрыкин, которого я лично знаю, он у нас был замсекретаря парткома по идеологии в университете, а я был замсекретаря парторганизации на экономическом факультете. Я к нему каждую неделю приходил. Очень порядочный и очень умный человек. Он-то за смертную казнь выступает, потому что он сам рискует, потому что делали несколько раз операции двойного взрыва, чтобы приехал председатель Следственного комитета, тут царил разбираться, отошел в стороночку, а там второй взрыв и готов. Ну вот как-то ему повезло. потому что он видел этих людей настоящих, это люди, которых нельзя. У нас вот был профессор на кафедре, даже больше, чем профессор, член-корреспондент, который говорил, что в человеческом, в животном мире только животные могут убирать, только убивать, если они не бешеные, только для пищи своей. Ну, понятно, вот сколько вы тигр не будете убеждать, он траву есть, не будет и умрет этой вашей травой, сколько бы ее не принесли. Но чтобы вот так вот леса вдруг стала кусать, это если она бешеная. Ну, если у нас люди есть бешеные, которые убивают других людей, ну, надо к ним относиться как к тем, кто сами себя поставили вне человеческого общества. То есть они, конечно, животными остаются, но это те животные, от которых надо избавляться. При этом я вот уже даже сказал, что при всяких предосторожностях, потому что бывают ошибки, или там, скажем, судья спрашивает, ну, вот убийца, который сто двух человек убил, а почему это вы делали? Он говорит, а я после убийства себя лучше чувствую. И что, чем кончилось? А тем же и кончилось, что он спокойно сидит. А кто его кормит? Вот если наших детей кто-то убьет, кто будет их кормить потом, тех убийц? Ну, мы и будем кормить. А кто будет еще кормить? Больше некому. И вот выступает, у нас есть закон, есть уголовный кодекс, там есть смертная казнь, и выступают у нас всякие деятели, говорят, а мы против смертной казни. Ну, так они заодно с этой кампанией. Это тоже вопрос большой. То есть, философия позволяет правильно оценивать события, в том числе события, важные для общества в целом. Итого мы, получается, имеем три источника и три составных части марксизма. И почему кроме Маркса и Энгельса добавляется сюда Ленин? Потому что Ленин, во-первых, доделал политэкономию, потому что об империализме Маркс ничего не знал, и Энгельс ничего не знал. Поэтому империализм как высшая стадия капитализма – это работа Ленина. Теперь, когда началась путаница в области философии и отказ от материализма, кто выступил с книгой «Материализм и империокритицизм»? Владимир Ильич Ленин. И он, так сказать, сделал вклад в закрепление марксистских позиций, ну, Маркса и Энгельса позиции философии. А кто настаивал на изучении диалектики? Ну, Маркс и Энгельс само собой наставили, Ленин в своей работе, он же сделал конспект науки-логики Гегеля, и там всё время подчёркивают, что без этой самой диалектики нельзя было бы сделать революцию России. Почему? Потому что для этого надо знать все эти вещи, все эти категории и борьбу противоположностей, потому что всякая революция есть борьба. Кровавая, бескромная, насильственная, мирная, педагогическая, администраторская против сил и традиций старого общества. это что? Это определение диктатуры пролетариата из выступления Ленина на Конгрессе Коминтерна. И вот имея в виду вот это обстоятельство, конечно, можно сказать, что, во-первых, Ленин внёс вклад в политэкономию, потому что у Маркса особый случай. В Англии, в передовой стране развивается капитализм, откуда предметы потребления, а из Европы. А в Европе такое было положение, там был феодализм ещё. Поэтому Ленин в третьем томе своего собрания сочинений написал книгу «Развитие капитализма в России». Он написал его будущие ссылки. А перед этим он год тут сидел в тюрьме, почти напротив, наискосок здания ФСБ. Там большая тюрьма. Год. Пролитариат заключается. Да. И Ленин диктатуру пролетариата понимал не просто как какое-то государство, какую-то конструкцию, которую надо сконструировать, посадить чиновников, начальников. А он понимал её так, что диктатура пролетариата – это научное, латинское, историко-философское выражение означает вот что. Что только определённый класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых до полного уничтожения классов. Вот до полного уничтожения классов это что? Это социализм или полный коммунизм? Полный коммунизм. А кто поспешил убрать диктатуру пролетариата? Враги социализма, враги трудящихся убрали. Когда? В 1961 году. А вот Ленин выступал, когда собрался третий съезд коминтерна, и там говорил, что такое диктатура пролетариата. Это не просто государство. Как некоторые понимают, это просто форма государства. диктатура пролетариата есть борьба. А полностью это упорная борьба. Кровавая и бескромная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. и вдруг такие люди, как Хрущев и Ижа с ним оказалось очень много союзников этого Хрущева. Посмотрите, что получилось. Какой-то без большой борьбы. Видимо, настолько, вот почему так важно иметь такие учреждения, как Красный университет, что люди не соображают, что происходило. Прекрасные были экономисты, у нас было много разных министерств, у нас прекрасная система была военного обучения. Все было. Все стало рассыпаться. А почему? А потому, что система разделения труда нарушилась, потому, что всем занималась партия, а в партии почти никто не знал диалектики, философии. И вот последнее философское произведение Энгельса. Оно, простите, Ленина, я уже подхожу к последнему пункту того, что хотел сказать. Это работа, которая называется «О значении воинствующего материализма». Ленин писал, что мы все, чтобы не потеряли все наши достижения, чтобы нам устоять перед натиском реакции лжи, мы все должны стать кружком любителей гейгерской диалектики. Должны. Можете не остановиться, но должны. То есть мы должны изучать науку логики гейгера и материалистически ее истолковывать. Истолковывать ее материалистически очень легко, если вы не берете там некоторые рассуждения, которые не составляют особую нить. Там все вполне материалистическое, потому что если первая и вторая книга – это вообще бытие, то есть учение о бытие, учение о сущности, а сущность – это просто сущность этого бытия, углубление бытия. А третья книга – учение о понятии, там говорится о механизме, химизме, организме, о человеке, о целях, о средствах осуществления этих целей и метод осознания формы внутреннего самодвижения, содержания. Вот этим заканчивается наука логики Гегеля. Что из этого следует? Что с одной стороны, это вот то, что я вам рассказал, это минимум, что должен знать человек, который хочет сознательно направлять общество в правильном направлении и участвовать в этом. Но можно этого не знать, но тогда и не участвует он, просто находится на том корабле, который разбивает оскалы. Ну вот в 61-м году убрали диктатуру Больтериата из программы партии, и что? А тогда все стало разваливаться. Потом экономическая реформа, которая все перевела на рынок, а рынок ничего общего с непосредственно общественным производством социалистическим не имеет. Все это наши планы пропали, ни среднесрочных, ни годовых, а то, что сейчас называется планом, это бумажки. Хотя никто не запрещает взять и план провести через Думу, и тогда он будет законом. Но через Думу эти планы не проводятся. Это так, бумаги. Вот есть у нас бумага, по любому вопросу есть бумага, а она никому, ни для кого не обязательна. А раз она не обязательна, то вот действует еще указ президента. А указ президента какую роль играет? Смотрите, у нас самое главное это Конституция. После Конституции идет что? Конституционные законы, они требуют две трети, чтобы проголосовало за них в Думе. После Конституционных законов идут обычные законы. Третий уровень. Четвертый уровень указа президента. Если вот указы президента расходятся с какими-то законами, никто их не выполняет. И ответственность за указы президента, за неуполнение, тоже не присутствует, потому что за неуполнение законов есть даже уголовный кодекс, где он предусматривает, что будет за уголовный закон. Вы не будете выполнять указ президента, не бойтесь, ничего страшного, потому что нет никакого наказания. Не волнуйтесь, все хорошо. Вы хотели такое общество спокойное? Спокойное так и живите. Такое все разваливается, и никого никто не трогает. Красота. Вывод. Значит, задача нашего изучения с вами, которую вы перед собой должны поставить, или мы перед собой с вами вместе должны поставить, это изучать марксизм-леденинизм как единое целое, как единое учение. Вот задача. А он, конечно, делится на разные лекции, семинары, разные виды. Кто-то философию читает, кто-то читает политэкономию. Политэкономию будет Виктор Иванович читать Галковым. Прекрасно знает политэкономию. Он сейчас президент Фонда Рабочей Академии. Есть научный социализм, который два профессора будут читать. Профессор Казенов и профессор Огородников. То есть все это будет. Но задача, так сказать, иметь целое, это задача не только преподавателей и не только организаторов Красного Университета. Я вам, можно сказать, выдал все тайны и сказал, что вы каждый сам заинтересован в том, чтобы это было единое целое у вас в голове. ну или скажем, у нас в голове, чтобы не отчуждать кого-то и говорить, что вот наши вас. Вот на этом я свою эту вводную лекцию закончу, из которой ясно, чем вы должны учить себя в Красном Университете. учиться – это что означает? Как расшифровать? Учить себя. Да кто будет учить себя в Красном Университете? Вы или я? Вы, конечно. А мы кто такие? А мы костыли. Если вам нужно пройти, мы вам помочь должны. Правильно? А для того, чтобы вы нас использовали как костыли, у нас так предусмотрено, что всякое… это сегодня у нас и сегодня уже предусмотрено. Значит, если есть лекция, а потом дается время для того, чтобы задать вопросы и получить ответы на те вопросы, которые у вас сегодня встают, а не завтра или не послезавтра. А, дескать, завтра мы вам ответим, послезавтра, вам послезавтра ответим, вам в среду, вам в четверг, вам через месяц и так далее. А человек хочет сейчас узнать. Поэтому предполагается, что вот у нас занятие проходит с 7 до 8, после 8 некоторый перерыв, и после этого, так сказать, до 9 часов ответы на вопросы и обсуждения. То есть вам дается полная свобода для того, чтобы вы сами выяснили, что вам непонятно у того, кто сегодня преподавал. Да. У меня все, отвечаю на вопросы. Пожалуйста, вы первый. А? Можете пояснить, объяснить разницу между рынком, рыночным производством и общественным производством? Рынок это одна из фаз производства. Рынок это все такое, это место, где продают товары, где обмениваются товары на другие товары или товары на деньги. И все. Ну, как вы думаете, можно ли сводить производство к рынку? Нет. Ну, не на рынке же они создаются. То есть человек, который мыслит этими категориями рынка, он вообще забывает, что есть заводы, есть фабрики и заводы, где есть средства производства, так, объективные условия производства, и работники или рабочие, которые создают материальные блага. Вместо того, чтобы это рассматривать, они вот говорят про какой-то рынок. Эта болтовня про рынок вообще не научная. Это глупая, ничтожная болтовня. Еще вопрос? Пожалуйста. Вот у меня вопрос есть. А вы громче говорите, мы же все записываем, чтобы другим было тоже интересно. Меня зовут Ярослав, у меня вот есть такой вопрос, значит, первый том науки логики, глава первая «Бытие» вот начинается вот с чего. «Бытие, чистое бытие без всякого дальнейшего определения». И вот у меня собственно вопрос, а вот все остальное, то, что высказывается про бытие, то, что оно неопределенное, непосредственное, следует из этого первого утверждения. А зачем вы куда-то стали отворачиваться? Вот вы хотите на меня посмотреть, посмотрите на меня. А вы говорите, вот я на всех остальных буду смотреть. Ну, к вам же говорят, бытие – без всякой дальнейшей определенности. Не надо никуда смотреть больше, смотри на само бытие. Концентрироваться вы должны на том, что изучаете. А если вы изучаете бытие, а интересуетесь, а кто стоит рядом, а кто после, а кто до этого, а где, а почему, и так далее. Эти все вопросы никчемные, они не нужны. Бытие как таковой. А как таковое бытие что? Есть. А? Ну, как бы… Что, но… Что тогда вы вот какой, если так будете рассматривать бытие? Ну, просто вот… Это без нуа. У Гегеля же там написано, что будет. Ну, да. И что будет? Я хотел понять, какие проблемы будут, если… Да никаких проблем там не будет. Это вот такое бытие, которое абстрагируется от всей конкретности, от любой конкретности. А вначале вы не имеете возможности конкретность развернуть. Вы начинать должны с чего? С простого или со сложного? С простого. С простого. Потому что сложное – это сложное из простых. Кто-то хочет, а вы хотите у меня, чтобы я вам предложил сложное вместо этого простого. Я вам не предложу. Бытие – это простое. Простое бытие, про которое нечего сказать, кроме того, что оно есть, называется как? Очень чистое. Чистое бытие. Вот с этим я вас и поздравляю. Вы вместо того, чтобы порадоваться, что так легко усвоить чистое бытие, обеспокоились, что как это так мало, я знаю. Я вот просто открывал словарей некоторые, там говорят, бытие – это то, что быть или то, что есть. Что-что? Бытие – это то, что быть. Вот если мы такое поняли. Бытие – это то, что… Не понял. То, что быть. Не такого нет. То, что есть. Нет. То, что есть. Почему то, что быть? Что значит? Это вообще не формулировка, не из русского языка. То, что быть. Это то, что есть. Хорошо. то, что есть в самом начале, про которое вы еще ничего не успели узнать и сказать. Скажите, пожалуйста, что это такое? Как называется то бытие, которое вы стали рассматривать, а еще ничего не успели про него ни узнать, ни сказать. Чистое бытие. Вот и все. То есть, вы усложняете себе задачу. Гегель постарался все упростить, уж больше упростить, чем Гегель сделал. Никак нельзя. Вот он говорит, ребята, вот вам не надо изучать вот бытие его, мое, твое, ваше, бытие стула, бытие стола, бытие телевизора. Давайте изучим самое простое. А самое простое это бытие без всякой дальнейшей определенности. Не надо ему ничего. То, что оно есть, это суждение, это не определение. То, что оно есть, это не суждение. То, что оно есть, это скотило. Мы поразмышляли о нем. Раз нечего сказать, не то, что оно есть, а то, что есть. Вы прибавили это оно, оно тут совсем не тут и встроили, вы сюда не должны. То, что есть, то и бытие, и все. Нет, но там в самом начале никаких определений, а то, что оно есть, это мы вот... Не то, что оно есть, а то, что есть. То, что есть. Вы откуда взяли это оно? Вы вставляете там, Гегеля поправили. Оно как и типо, в таком смысле. Нельзя говорить оно. Не оно есть, оно просто есть, без всякого оно. Для того, чтобы вам что-то начать изучать, нужно, чтобы это было. Вот вы знаете, что брукдиль глюки есть, вот вы не знаете, есть они или нет, пока не напьете. Вот это ваше оно здесь совсем ни к чему, это вы не вставили. А вот слом, он есть, и значит, вы можете его начать изучать. Я понимаю, я только это имею в виду. Хотел эти обсуждения также вывести, получить из... Ну, то, что Гегеля написано. Ну, не написано, что есть. Просто говорится, что без всякой дальнейшей определенности, и дальше говорится. Так радуйтесь, что такое без всякой дальнейшей определенности, когда вам, кроме того, что есть, ничего в содержание этой категории не входит. Вы хотели простое получить, вам дали простое, вы сразу стали... Зачем мне такое простое? Я сразу только сложное мне давайте. А Гегель вам дал простое. Это такая категория, про которую можно сказать только одно, что она есть. Ну, вот про вас. Вы задали вопрос. Вы точно так же используете какую-то абстрактную категорию А. Нет, вы не можете использовать категорию А, потому что такого понятия в языке нет. Значит, Гегель использует только те понятия, которые являются всеобщими. То есть, все люди, эти понятия могут использовать. А вы хотите придумать какие-то символы, это совсем другое дело. Это никакого отношения к языку не имеет. Бытие, это вот как дань предшествующему развитию философии. Да ладно, зачем? Вот когда маму называют... Мы не изучаем. Вы как бы подразумеваете самую Альеву Саддама или свою маму и папу. Ну, язык же, он же живой, он тогда был, он развивается. То, что он использует эти слова, как бы, ну, это нормально. Зачем всегда считать, что это дань Адаму и Евы, когда вы маму называете? Зачем? То есть, это слишком глубоко смотреть на главный и уже идите адом. то, с чего мы начинаем. Это простое или сложнее? Простое. Ну, если простое, вот про него просто сказано у Гегеля. Проще нельзя. Простое. То, что есть, это по себе. Все? Нет там определения. Нет там определения. Без всякой дальнейшей определенности. Вот вы берите книгу и читайте, а вы все время ее искажаете. Ну, я просто слово определенное. Неправильные слова. Так это логика. В логике, если вы неправильное слово употребили, значит, вы сделали искажение. Что это за определение? Да и определение, чем вытепить. Определение. Дальше определяется. Это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Понятно? Непонятно, потому что вы до этого вам еще идти и идти. А вы уже употребляете определение, до которого вы не дошли. В моем переводе так и написано определение. Я посмотрел еще раз, поверьте. Столб не рапорил. Ну, суть такая, что не нужно дальше в этом копать. Слово есть? Есть. Но вы пока не рассматриваете в этом слове какие-то определенности или определения. А просто не рассматриваете его цвет, рост, размер, а просто начинаете с того, что слов есть. Слава Богу, я его теперь могу начать изучать. Вот и все. Это и было непонятно, потому что без всякого дальнейшего определения я стал думать, как из этого все остальное будет. Не надо. Это там просто многие слова как слова русского языка используют. То значит, у нас непосредственность, безразличность, пустота. там просто многие слова как слова используются, не только как категории. Вот в чем это. А категория определения идет позже. Да, я просто следил досконально, вот как одно, какое-то другое. Так это надо с самого начала делать, когда вы берете определение. Первое, что вы берете, это бытие. Раз вы берете, оно есть. А раз есть, оно бытие. А раз рассматриваете это бытие, ничего там не видите. А раз ничего не видите, то вы к какой категории пришли? Ничто. Вот и все. И вы уже сделали первый диалектический переход. Вот что нужно сделать. Надо следить за диалектическими переходами, а не за тем, что сказал Столпнер, который ничего в философии не сделал вообще. Перевод. Он ничего не говорил о себе. Перевод. Этот перевод во многих пунктах неправильный. Еще у меня вопрос есть. А в какой работе Маркса дается определение свободы? Как господство над обстоятельствами и сознание их дела? Да. Я уже интересовался, где не смог пройти конкретно, какой работе Маркса это определение дается. Вот, интересное свободе. А потом, когда вы увидите вещи, а вы... Это, по-моему, не у Маркса, а у Ленина. А, это у Ленина? Да, я думаю, что это у Ленина. Не помню случайно. Не помню. Причем, а... Потому что многие думают, что осознанная необходимость это свободы. Я вот от вас услышал. Это Энгельс. Да, что это Энгельс. Свобода есть осознанная необходимость. Вот если вы осознали необходимость изучения науки логики, вы здесь находитесь свободно. А если вы не осознали, сюда привели под конвоем и не выпускают и заставляют это дело изучать, то вы не свободны. Вот имеется такой смысл. Вся наука логики, она вся как раз так и строится. Всякое следующее содержит в себе все предыдущее. Если за этим смотреть, вот даже слово определение гораздо позже появляется в науке логики, чем вы его используете. Рано вы его используете? Нет, в переводе оно есть в самом начале. Вот оно используется. Оно есть, но вы его не можете определять еще. Не можете. Я могу съесть кусок мяса, не зная, что такое мясо. А если я его не съем, я умру. А если умру, я не узнаю философию. Так что тут надо из этого выпутываться. Пожалуйста. По науке логики вопрос. Давайте. Сидим можно только? Ну, хоть лежа. Хорошо. Смотрите, мы сейчас говорили на данном занятии, на данной лекции про большую науку логики. Да. Правильно? Да. Но у Гегеля есть еще малая наука логики. Вам большой мало? Небольшой и достаточно. Ну и все. Я хочу спросить вот такой вопрос. Малая наука логики входит в более глобальный труд логики под названием эсклопедии философских наук. Значит, буквы входят еще больше, они в язык входят, все буквы. Итак, мы если по этой дороге пойдем, мы попадем в пустоту. Почему мы тогда берем только науку логики, а сбрасываем приятную другие издевину из-за работы как философию природы и философию нового? Почему мы берем прямо науку логики амбстат? Ну, вы-то во-первых, вы еще ничего не берете. Вы-то ничего еще не берете. Поэтому вам надо выбрать, с чего начать. начать надо не с философии, чего-то такой, которую вы еще не знаете, а с самой философии. А сама философия начинается с логики, а логика начинается с большой логики. Подробно все написано в большой логике. Малая логика, малая логика, и это учебник для вузов. Там маленькие вот трудно понимаемые кусочки, и дальше их объяснение в Берлинском университете. Вам это нужно? Вам это не нужно? Это вообще не годится для изучения. Малая логика не годится для изучения диалектики. Михаил Васильевич, можно пример передать? Да. Мы сначала написали учебник про научному социализму, а потом из него сделали популярную выжимку на 40 страниц в краткой истории научного социализма, но очень краткой. Поэтому по вашей логике получает раз то мы сделали после этого, то наш поздний труд надо на нем и основываться и его изучать, а то эту книжку можно забыть. Не в этом было. А в чем? Логика была в том, что малая логика является более глобальной частью более глобальной системы того, с чего вы взяли, что она более глобальна? Во-первых, глобальная это от слова глобус. От слова глобус. Выкиньте это слово и у вас все разрушится. Потому что всеобщим является эта самая большая логика. В ней доказывается все. В ней есть выведение из одной категории к другой. В малой логике выведение сводится к тому, что приходит профессор, Гегель, потом рихтор Берлинского университета рассказывает и потом всякие исторические замечания по этому поводу, кто где когда сказал, прибавляет к этому. То есть он мало того, что эта категория не раскрывается конкретно, он еще туда прибавляет все, что с ней связано при преподавании. Поэтому малая логика, я хочу вам сказать, ни в коем случае не надо ее брать для изучения науки диалектики. большая логика наше все. Да? она просто вполне так еще. Михаил Васильевич, будьте добры, более подробно Ваше высказывание о том, что указы президента в России не выполняются и никто при этом ответственности никакой не несет. Так дело это связано не с президентом, а с формой. Вот это такой нормативный документ, который представляет собой четвертый уровень по значимости. Первый уровень какой? Самый главный закон какой у нас? Конституция. Так, после Конституции второй уровень что? Конституционные законы. Вот видите, как хорошо. Конституционные законы. Вот их двумя третями думы они. А потом после думы идет Совет Федерации, который теперь там уже не члены Совета Федерации, а сенаторы у нас. Хотя сенаторство никто не учреждал, потому что есть сенат в Соединенных Штатах. Вы видите, как они борются тут, наши товарищи сенаторы. Так, это второй уровень, да? А третий уровень какой? А третий уровень это? Подзаконные видимо федеральные законы. Федеральные законы. Потому что за неуполнение законов можно что сделать? Привлечь в том числе к какой ответственности? К уголовной. Четвертый уровень указа президента. Хотя президент по своему статусу может представить проект закона, провести его и может, между прочим, тормозить принятие каких-то законов, но Дума, если она получает, собравшись, Дума и Совет Федерации вместе на общем собрании больше половины получает колоссов, то указ президента не проходит. Более того, ответственности за указ президента никакой нет. Никакой нет. Потому что за неуполнение законов что может быть? Уголовная ответственность. А за неуполнение указов что? Вы не выполнили мой указ. Все на этом. Все. Вот посмотрите, какой он нехороший. Он не выполнил мой указ. Ай-яй-яй. А что вы скажете по такому время от времени случающимся эпизодам, когда, например, Дерипаска не выплачивал работягам зарплату в течение многих месяцев. Он приехал, по телевизору устроил разборку и Дерипаска испугался и начал выплачивать. Да, бывает. Второй пример с Грефом, когда он помните, не стал пролонгировать те кредиты, которые жители Иркутской области набрали и они требовали пролонгации, они просто попали в фору. Да, это говорит о том, что у президента есть другие рычаги, кроме указов. Потому что некоторые могут улететь из положения Дерипаски, а некоторые, например, варежку шьют там за озером Байкал. А у Дерипаски в том году доходы выросли? Не, смотрю. А я смотрю. Поэтому ругает его президент, у него растут доходы, хвалит его президент, у него растут доходы. Ничего не делал, у него растут доходы. Поэтому Дерипаски президент до лампочки. Хотя он может что-то с ним сделать. Но по большому счету немного. А доходы Беглова и Назарь Беглова вы смотрели перед выборами А вы знаете в каком обществе вы живете? Где смотреть доходы бесполезно, потому что у нас нетрудовые доходы приветствуются. Вы со старым коммунистическим подходом здесь пришли. Вы коммунистам сейчас прямо и выступаете. Потому что вы требуете, чтобы люди платили. Я ничего не требую. Нет, вы намекаете, что по труду надо платить. Нет у нас сейчас по труду. Кто больше нахапал, тот и самый главный в нашем обществе сейчас. Да? Да. Я вопрос чуть-чуть в сторону. Когда начали говорить про 300 миллионов, что на стадионе собирают и так далее, я подумал огромную массу денег во всем мире глобально было видно, что услуги и товары выражались в строительстве Днепрогресса, Байкаламу, что-то не наблюдается, чтобы что-то производилось. Деньги текут, куда-то они... Так они за границу текут, что вы не знаете, что ли? А там не видно, потому что у некоторых отжали уже иностранные капиталисты, у наших капиталистов родных, как у Чубайса, а Чубайс отжал у народа. Он же что сделал в своей фирме? Он всем обещал много чего сделать полезного, что-нибудь полезное сделал Чубайс. Он нахапал много денег и вскрылся за границей. Оно вылилось, оно попало в руки тех, кто живет за границей. Не беспокойтесь, важно, что оно от нас ушло. Мы уже заканчиваем, почему? Потому что у нас время до 9 часов, до 21 часа. 9 мы заканчиваем, потому что людям надо приехать домой, и приехать домой тогда, когда они безопасно могут приехать и так далее. Так что давайте доучиться. Поэтому я вас поздравляю всех с началом занятий в университете, в Красном университете. А начало, что это что? Кто-нибудь может сказать? Неразвитый результат. О, молодец. Это неразвитый результат. То есть результат уже есть, но еще неразвитый. Так что спасибо за участие и успехов вам в изучении диалектики. До университете. А университете. Субтитры создавал DimaTorzok